Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, были Бога у нас! Преполомни, учина Сергия, были Бога у нас! Преполомни, учитель, очи наш, Николая, были Бога у нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа! Аминь! 24 ноября. Память святого мученика Меркурия Смоленского. Великое и тяжкое бедствие постигло русскую землю в начале XIII века. Божьим попущением за множество грехов наших на русский народ напали злые враги, татары. Множество жителей было убито или отведено в плен. Великое запустение стало во всей земле русской. Поля оставались необработанными. Лишь дикие звери рыскали во множестве по полям, пожирая человеческие трупы. Много русских князей погибло тогда, защищая свое отечество. Безбожные враги не щадили ни младенцев, ни беззащитных жителей. Всех они избивали и немилосердно губили. Многих они предавали бесвестным злым поруганиям. Жестокие завоеватели связывали пленников с собственными их волосами и гнали перед собой как животных, нещадно нанося им удары бичами. Святые церкви и монастыри были разграблены и иноки перебиты. Уже Киев был сожжен варварами и лежал в развалинах. Хан Татарский Батый стал покорять другие города. Он достиг Москвы и взял ее. Далее он подступил к Смоленску и умыслил разорить его. Уже он приближался с громадной ратью к этому городу. Среди варваров особенно отличался своей силой один великан с своим сыном. Сила их была необычна. Многие уже погибли от руки этого мучителя. Он был во главе передового полка. Страх и трепет овладел жителями Смоленска. Их ожидала неминуемая гибель. Однако надежда им оставалась на покровительство Царицы Небесной. Они стали усердно просить Пресвятую Богородицу избавить их от безбожных врагов и злых мучителей. Царица Небесная, непобедимая помощница всем призывающим ее с верою, не допустила, чтобы этот город достался врагам, передовое полчище которых было уже недалеко от Смоленска и остановилось в так называемом «долгомостие». В это время в Смоленске проживал святой Меркурий. Родился он на Западе от благородных родителей, державших православную веру. Еще в юных летах он переселился в Смоленск и поступил на службу к местному князю. Будучи воином, Меркурий отличался своей силой и высоким ростом. Не менее он был великой духовной силой. С раннего возраста он обращал на себя внимание своей благочестивой жизнью. Подвязался в посте и целомудрии. Каждую ночь он в тайне от всех воспевал благодарственное хваление Господу. Услышав о приближении злых врагов, о разорении Божьих храмов, святой Меркурий скорбел и болел душою. С каждым днем он более и более возгорал со божественной ревностью. Он желал пострадать и положить душу свою за веру Христову. И молитва его была услышана. Ночью в соборном храме перед иконой Пресвятой Богородицы молился некий панамарь, служивший в этом храме. Со слезами просил он Пречистый Богоматерь об избавлении города от врагов. И вдруг он услышал глаз, раздавшийся от иконы. «Иди к рабу моему, Меркурию, на подолье!» При этом Пресвятая Богоматерь указала ему дверь, где жил святой Меркурий. «И так ступай к нему на двор указанного дома и тихо скажи ему, «Меркурий, тебя зовет Владычица!» «Ступай в военных доспехах на врагов!» Удивился панамарь этому глазу от иконы. Площажа он отправился из собора и пришел к тому дому, который ему указала сама Пресвятая Богородица. Он застал святого Меркурия на дворе, святой подвижник молился и воздевал свои руки к небу. Он был в своем воинском вооружении, ибо в тот самый час, когда панамарь услышал глаз от иконы Пречистой, то и святой Меркурий был предуведомлен чудесным образом о пришествии к нему панамаря. Между тем панамарь подошел к святому и сказал ему, «Меркурий, ступай немедленно, ибо тебя зовет Владычица!» Святой Меркурий вместе с панамарем отправился в церковь Пресвятой Богородицы. В храме они нашли свечу, которая горела перед иконой Богородицы. Святой Меркурий, упав перед иконой, слезами стал молиться, прося Пресвятую Госпожу о помощи и заступлении. Тогда вдруг раздался глаз от иконы. «Раб мой Меркурий, я посылаю тебя, чтобы ты отразил врагов от града этого и защитил храм сей. Для этого я призвала тебя сюда из страны Римской. Враги втайне задумали в эту ночь напасть на город и разорить его. Но не оставлю я града этого. По молитвам моим он не будет предан в руки врагов. Немедленно ступай, раб мой, навстречу врагам. Вступай на место, известное под названием Долгомостие. Там стоит вооруженная рать злых варваров. Не бойся, ты победишь воеводу вражеского. Я не оставлю тебя. В этой битве ты победишь врагов и сам получишь от Господа венец победы и вечного блаженства». Услышав этот глаз, Святой Меркурий преисполнился великой радости. Сама Царица Небесная обещала ему то, к чему он давно уже стремился всей душою. Ибо всегда был объят желанием пострадать за своих братьев и за веру Христову. Возблагодарив Пресвятую Богородицу, он вышел из храма и, горя божественной ревностью, немедленно отправился на указанное место. Была глубокая ночь. Не ожидая так скоро нападения врагов, граждане были объяты крепким сном. Тихо и незаметно прошел Святой Меркурий мимо стража у городских ворот. Придя на Долгомосте, он обнажил меч свой со словами «Пресвятая Богородица, помоги мне!» Устремился на татарское полчище. Гордый исполинь надменной своей силой пал первым от руки Святого Меркурия. Сила, которой он так превозносился, оставила его лишь только перед ним пристал Христов воин. Много и других врагов из передового полка погибло от меча Святого Меркурия. Оставшиеся в живых враги были объяты ужасом и побежали. Святой Меркурий, отойдя в сторону, стал молить и благодарить Пресвятую Владычесу за ее дивное и славное заступление. «Пречистая и преславная и преблагословенная Владычеса, ты своим ходатайством спасла город этот и не допустила людям твоим впасть в руки злых врагов христианских. Ныне же молю тебя, Пресвятая Богородица, не отрини меня грешного и недостойного раба твоего. Я знаю, что мне надлежит венчаться славным венцом ученичества и пролить кровь за святую веру. Не страшит меня это, ибо я уже давно имею желание разрешить и со Христом быть. Помолись обо мне, славная заступница нашего города, к сыну твоему и Богу нашему, да притчет он меня к избранному своему стаду и сподобит вечно восхвалять его святое имя». Тогда раздался глаз. «Да будет тебе попрошению твоему». Между тем враги, получив подкрепление, снова устремились на святого Меркурия. Но воин Христов, призывая имя Господне, опять поразил их. Враги отступили снова со срамом. «Горе нам!» — вопили они. «Нельзя нам устоять против этого воина, ибо вместе с ним нас поражают некие молниеносные мужи, а над ними видим мы лучезарную жену». В это время сын убитого Исполина, желая отомстить за смерть своего отца, коварно напал на святого Меркурия и усек ему мечом честную его главу. На всех врагов напал великий ужас. Побросав оружие, гонимые какой-то неведомой силой, они бежали от города, под которым погибло так много из лучших бойцов и удалились из пределов Смоленских. На рассвете граждане увидели чудное заступление Пресвятой Богородицы. Перед ними было покрытое трупами поле. С благодарностью они взяли тело славного заступника города Святого Меркурия и с сестью погребли его в соборе Пресвятой Богородицы у Левого Клироса. Вскоре после своей кончины Святой Меркурий явился в сонном видении вышеназванному Пономарю и сказал «Поведай гражданам этого города, пусть они повесят мое оружие над гробом моим на воспоминания о славном заступнике и помощи Пресвятой Богоматери». При этом Святой обещал свою помощь всем призывающим его на помощь. Граждане тогда же повесили оружие Святого над его гробницей. При взятии Смоленска поляками в 1611 году, когда соборный храм был разрушен и на месте его построен католический костел, осталось неизвестным, куда скрытый гроб с останками Святого Меркурия и его воинские доспехи. В настоящее время только железный шишак и железные башмаки, принадлежащие Святому Меркурию, хранятся в Успенском соборе в особенном ящике. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала.